Как научиться видеть свои косяки? Молись, Господи, открой мне мои грехи. Я не вижу. Нет, надо обязательно приползать на кровавых коленях. Вот это и есть то самое. Покайтесь. Но это же не повод нести это на исповедь. Если, как ты говоришь, я стою на исповедь и не знаю, в чем исповедоваться, не надо стоять. Пропусти. В отношении с Богом вообще ничего нет обязательного. Есть. Исповедь перед причастием. Саш, скажи, у тебя проблемы с исповедью, да? Мы сейчас с вами не пойдем на опасную территорию. Мы не будем говорить о том, почему обязательно важно, нужно исповедоваться перед причастием. Мы примем это за аксиому. Перед причастием важна исповедь. А вот теперь начинаются проблемы и заканчиваются аксиомы. Я, Александр, 46 лет, стою буквально несколько дней назад в очереди на исповедь. Я очень хочу причаститься. Я готовился. Я стою и придумываю, в чем я нагрешил. Что мне говорить сейчас моему дорогому отцу Дмитрию. И я понимаю, что это неправильно. Потому что христианин должен видеть свои грехи. Я стою и не вижу. Ну, по крайней мере, ничего такого, в чем я мог бы раскаяться, покаяться и испытывать стыд. Кто-то из дорогих мне священников говорит, что такое исповедь, это просто. Это очень просто. Расскажи то, что ты боишься, что узнают окружающие. Ну, что станет известно окружающим. У меня такого нету. Ну, вот сейчас нету. Я не знаю, будет ли завтра, вот сейчас нету. И вот вопрос. А, нормальное ли это состояние для христианина, когда он стоит в очереди на исповедь, им нечего сказать. Б. Как научиться видеть свои косяки? Вопрос уже задан, да? Даже два. Хорошо. На самом деле, конечно, проблема исповеди, она существует. Потому что слово исповедь в греческом языке изначально, из которого переведено на церковь славянский, а затем на наши уже русские понятия, это метаноя. А метаноя, если все-таки взглянуть в широкий смысл этого слова, как у греков, у них широко смыслово многие слова. Изменение ума. Да. Изменение ума. Преображение. Переворот. То есть переворот с человеком должен произойти. Но едва ли каждую неделю могут происходить перевороты. Это все-таки события очень сильные. И началось это все с чего? Иоанн Креститель... Евангельская история. Иоанн Креститель вышел и сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас в оставлении грехов. То же самое сказал и Христос при начале своего служения, покайтесь и креститесь для оставления грехов. И вот этот призыв покайтесь, это как раз пусть ваша жизнь перевернется, пусть ваша жизнь преобразится, изменитесь, станьте другими людьми, обретите ум иной, ум Христов. И это, конечно же, случается при первичном каком-то, при первичной встрече с Богом, вот это преображение. Дальше идет процесс уже какого-то взращивания человека уже во Христе, человека в церкви. Естественно, что на этом пути сказать, что больше человек никогда не согрешит, что-то да, что-то у него идет. То есть он обязательно должен в силу этого переворота оставить многие из своих привычек, из своих страстей. То есть если он матерился, он уже не может, его язык не может произнести эти слова. Если он... Не хочет. Это важно. Не хочет, а может быть даже где-то и не может. Ну, в смысле, я провожу границу между там не должен, да, вот как я вот это услышал, и не хочет. Он противно, конечно. Ему это противно. Нет, он может на себя заставить это сказать, но он будет себя заставлять насиловать. Если раньше это у него через слово было, то теперь он просто так этого сделать уже не может. Ему противно это. Ему противно пить, курить, блудить. Ему все эти вещи стали противны. Он этого по желанию своему уже не делает. У него не должно быть к этому уже никакого стремления. Но внутренние, конечно, многие вещи остаются. То есть остаются какие-то черты характера. Может быть, остается вспыльчивость. Может быть, остается сравнивание себя с другими. Какая-то там зависть элементарная, гордость, естественно. Она, наверное, до самого конца у всех остается. Обидчивость, раздражительность. Вот эти вещи остаются. Если эти вещи идут с человеком уже преображенным, уже вот таким вот после переворота, то он встает с ними на борьбу. Он противостоит этому. Они ему тоже становятся противны. Но просто эти вещи сразу труднее гораздо победить, чем вот эти внешние, скажем, пристрастия, связанные с внешними какими-то действиями, которые сразу должны быть оставлены. И вообще-то еще до крещения, если это взрослый человек приходит ко крещению. Вот с этими уже вещами приходится бороться, как ты назвал это, косяки постоянно. И здесь, конечно, человек должен ходить пред Богом и стоять пред Богом. Жив Бог, пред Которым я стою. Вот если это так, то он может выйти из себя, говорят, вышел из себя. Ну это крылатые слова. Что значит вышел из себя? Разгневался. Потерял контроль. Потерял контроль. Но когда он пришел в себя, это повод для исповеди, для покаяния. И чем человек искренний и, как бы сказать, с открытым совершенно каким-то, вот я бы даже сказал, разодранным сердцем, вот таким располосованным, и все, вот скальпелем разрезал себе здесь, раскрыл, сердце убьется, и он перед Богом, вот с этим обнаженным сердцем. Всю жизнь живет свою, все время перед ним. Каждый его косяк, опять же, как ты его назвал, он для него будет болезнен совершить, то есть отступиться от какую-то подножку на полу. Он может, может даже упасть, но тут же сразу встает и понимает, я сделал пакость. Просит прощения у того, кто был с этим связан, может быть, каким-то образом, и к кому это относилось. Ну и перед Богом тоже. За неделю таких вещей может накопиться достаточно много. Это, казалось бы, небольшие грехи, это такие маленькие камушки, но этих маленьких камушек, есть такие притчи даже в потеряках, можно набрать целый рюкзак. Вы говорите, за неделю этих камушков может накопиться очень много. Обычно от воскресенья до воскресенья, да? А может не накопиться? Не с человеком же жив будет и не согрешит, да? То есть неделю прожить и вот где-то вот не согрешить. Вот я, например, сейчас пришел на 10 минут опоздал. Ну, ты же мог мне попенять немножко там? Я сам на 10 минут опоздал. Нет. Зачем мне попенять? Тебе тоже кто-то мог попенять, а ты бы на это немножко бы напрягся. То есть каждый раз вот эти движения, что-то не понравилось, что-то не так. Это значит, я опять же, во мне опять же воспаление статуса какое-то. Я рад, что вы спросили. Я христианин. Так. И все, что со мной происходит, происходит по воле Божьей. Понимаете? Ну, что мне пенять на то, на это, на пятое, на десятое? Ну, на то. Я христианин, я священник уже 32 года. Я постоянно себя ловлю на том, что я вот езжу за рулем, я не могу обрести без страсти езды за рулем. Ну, не могу. Я, наверное, такой сильно грешный, что вот не могу. Я постоянно на что-то пеняю. Ну, главное не вслух, а там все остальное нормально. Да бывает и вслух. То я на Алису эту, которая навигатор, начинаю что-нибудь с ней припираться и сердиться не туда повела. Благо женщина. Если был бы мужчина, может, не припирался бы. Алиса ни при чем, это глушилки по Москве стоят. Ну, она и всегда такая была даже. То кто-то выскочил, то кто-то не так повел себя, то кто-то на переходе пешеходном вдруг посредине остановился и начал по телефону говорить, я раздражаюсь, я постоянно себя на этом ловлю. Как вы назвали это, вот мы с вами по телефону говорили вчера, вы назвали это то ли просеиванием комара, то ли еще как-то вот... Отцеживанием. Отцеживанием комара. Вот. Ну, вот это же отцеживание комара. Вот, ну, если вы придете на исповедь... Я бы не сказал. Вот с этими... Вот если я еду с матушкой, мне перед ней всегда немножко стыдно и совестно, когда я вот так вот себя веду и как это пройдет эта ситуация, я и так возьму ее за руку и, матушка, прости меня. Надо было бы вообще-то просить прощения у той блондинки за рулем, которая едет не как попало, и я на нее раздражаюсь, не могу никак. А я прошу вот у матушки прощения, потому что она была свидетелем моего... моей слабости. Вот, прекрасный пример. Прекрасный пример. Я тоже еду с женой в машине за рулем и случайно на автомате выбрасываю мусор в окно. Это то, но я не знаю. Автомат у тебя откуда приобрелся? От старой жизни? Да. Ну, откуда-то приобрелся. Вот, да. Так ты тогда на автомате можешь там сматериться или еще что-нибудь сделать? Это нет. Меня давно отучили, потому что микрофоны могут быть включены в любой момент. У меня 27 лет опыта работы на радио. Мы держим себя в руках в любой ситуации. В этом отношении нормально. Но вот мусор почему-то никогда... Хорошо, выбрасывал, может быть, раньше. Но не задумал, не понял, выбросил. А хуже это только избить котенка. Вот в отношении жены она ужасно не любит, когда кто-то мусорит, и уж тем более из окна машины. Мне было стыдно, ужасно. Я попросил прощения. Я сказал, что я больше так делать не буду. Останавливаться было бессмысленно. Это была скоростная трасса. Назад не сдашь, не подберешь. Все. Но это же не повод нести это на исповедь. Дело в том, что... Это как-то надуманно выглядит, понимаете? Я думаю, что многие вещи, внешние мелкие поступки... Есть же перед исповедью обязательно домашняя подготовка. То есть надо себя, если, как ты говоришь, я стою на исповедь и не знаю, в чем исповедоваться, не надо стоять. Пропусти. Пропусти, может быть, эту службу и не причащайся в том числе. Это уже второй вопрос. Если мы стоим в храме по воскресеньям, то вообще-то мы все призваны к причастию, участвуем в таинстве, полноценно в литургии. Но если ты не готов и не видишь в себе никаких грехов, не надо сдавать пустые бутылки в приемный пол, стеклотары, как это называется. То есть проходные всегда можно назвать какие-то делом, словом, помышлением, таким-сяким, пятым-десятом, набрать там какой-то джентльменский набор. Но это будет неискренне. Это, кстати, тоже будет грех, если неискренне что-то назвать. Не надо. Нужна домашняя работа. Нужно подумать о себе самом. Вот я это сделал. А почему я это сделал? А что из меня в это время вылезло? Какое такое мое косяк в поступке? Это есть косяк во внутреннем моем устроении. Значит, что-то во мне сшито неправильно до сих пор. Что-то устроено не так. Почему я не обращаю внимание? Я не уважаю труд других. Я вообще-то не люблю природу. Я не люблю творение Божье. Я могу запросто... А вообще я... Я это я. Я хочу. Мне это мешает. Я возьму и выброшу. А если это попадет воздушными потоками, залетит в открытое окно сзади идущего автомобиля и в лицо попадет. Может такое быть? В принципе, может. В силу турбулентности. И может даже, кстати, аварии даже. А об этом надо подумать. Я же могу вообще быть причиной аварии. Человек может вильнуть и съехать не туда. И так далее. То есть за этим стоят какие-то уже позиции мои внутренние. Чаще всего эгоизм, какое-то наплевательство на других. Опять-таки гордыня как совсем за этим. И многое-много другое. Довольно серьезные уже вещи. Не просто какая-то там обертка от чего-то, а серьезные вещи. И вот в этих серьезных вещах надо исповедоваться. Я бы даже сказал, что может быть и не нужно конкретно. Я открыл окно и выбросил коробку от чего-то. Это странно, да. А у меня вот это, это, это и это. Я вот в этом и каюсь. Батюшка может задать. Батюшки разные бывают. Кто-то задает вопросы, кто-то нет. У кого есть возможность, вообще целую беседу проводят. А кто-то вообще молчит. Может наводящий какой-то задать. Может уточнить, конкретизировать. А может нет. Но я думаю, что правильно будет как раз говорить о внутренней причине, почему я это сделал. Не поводе, что мне мешает и я выбросил. А именно глубинной причине во мне самом. Из чего это, из какого устроения моей души это исходит. Я всегда воспринимал исповедь, как кровавые колени Раскольникова. На которых он приползает и понимает, что он ни заснуть не может, ни вздохнуть не может, ни жить дальше не может. Ему больно, стыдно и страшно от того, что он совершил. Это бывает несколько раз в жизни. А может быть даже один. А может даже и вообще не бывает. И иногда бывают хорошие люди. Ну желательно, чтобы все-таки бывало. Вот это самый трудный вариант. Когда так называемые праведники приходят... Всем нужны падения? К Богу воцерковляться. И так до конца никогда и не осознают, что они не только не праведники, а может быть этой самоправедностью свою до такой степени допекли многих своих окружающих. Что ему же жить не в моготу, по крайней мере ближним. Я знал таких людей, которые считали себя постоянно, что они только хорошие дела делали и действительно много дел хороших делали. Но вот этой самоправедностью с ними невозможно было общаться просто. Они каждый раз поучали, они каждый раз наставляли, они каждый раз этой праведностью своей бравировали. Нет, надо обязательно приползать на кровавых коленях. Вот это и есть то самое покайтесь, о чем говорил Иоанн Креститель и Господь в начале. Я могу напрячься и отнести этот стол из комнаты в комнату. Он тяжелый, но я могу постараться это сделать. Я один, наверное, уже не смогу. Не, я нормально. Постараюсь, смогу. Но как бы я не постарался, усилием воли покаяться я не смогу. Для этого нужно, чтобы происходили какие-то процессы от меня независящие. Да, Витя? Молись. Господи, открой мне мои грехи. Я не вижу. Можно молиться до кровавых коленей. Вот в этом. До тех пор, пока действительно тебе не откроется и ты не увидишь. Потому что, вообще-то, Духом Святым многое совершается. Мы молимся даже в силу того, как Дух Святой в нас действует и в нас молится. Сам молиться. Есть такая Дух Святого. Сам во мне молись Духом Святым. То есть, Бог, Ты, Господи, Сам во мне молись Святым Духом. Поэтому надо молиться, Господи, открой мне мои грехи. Если ты переживаешь, что тебе не в чем, как ты считаешь, каяться, и это для тебя проблема, для кого-то это не проблема. Если для тебя это стало проблемой, значит, уже есть неудовлетворенность. Это уже хорошо. Это уже посыл. Неудовлетворенность с собой в этом смысле. Значит, надо дальше молиться, процесс пошел. Надо дальше молиться, Господи, открой мне мои грехи. И вот сейчас самое время вам, дорогой отец Андрей, задать мне вот какой вопрос. Александр, а как у нас с молитвой дела обстоят? Хороший ли вы молитвенник? Имеете ли вы молиться? Я вам отвечу, что так себе я молитвенник. У меня ощущение, что я вот даже не в начале пути, а я там первый шаг только делаю какой-то. И в вопросах высшей математики 2 плюс 2 пытаюсь сложить. Ну, то есть, я могу прочитать утреннее и вечернее правило. Я могу наизусть выучить ряд молитв, чтобы вот просто повторять их тогда. Вот я сейчас просто переживал очень непростой период. И эти молитвы сами из меня выходили. И мне не надо было это просто. Слава Богу, что они у меня были. У меня был язык, на котором я говорил с Богом. Слава Богу, все там есть. Что за язык? Язык молитвы. Те слова, которые сами выходили. И я понимал, что меня слышат просто. Просто если бы у меня не было навыка вот этих молитв, возможно, я стоял бы без глаз и ничего бы не смог сказать. Только стоял бы и спрашивал, Господи, за что. А так как-то получалось как-то прожить эти непростые дни вот в этой молитве. Но молиться, как вы говорите, до кровавых коленей, чтобы увидеть свои грехи. Я сейчас могу покивать вам, да, и сказать, да, хорошо, отец Андрей, все, вариант найден. Сейчас мы это так и сделаем. Будет большим преувеличением. Я не смогу пока. Вот я по-честному не смогу так молиться, чтобы увидеть свои грехи. Вот если ты возьмешь и почитаешь какие-то книги, я сейчас не помню, какие именно называются, как они. Это сборники все. Владыки Антония Сорожского. Вот там, где он на молитве пишет и описывает очень часто. И он дает конкретные советы. Как, куда сесть, как встать, как закрыть глаза. Это очень ценно, кстати. Помолчать 5-10 минут, сосредоточиться. Может быть, и вообще помолчать, то есть перед Богом помолчать. Вот бывает же, когда люди сидят, молчат. Вот я с матушкой часто, но мы с ней уже почти за 50 лет столько много говорили и продолжаем говорить, что нам не обязательно все время вербально как-то вот общаться, вербализировать свои мысли, свои отношения. Мы когда с ней сидим, я, например, она что-нибудь делает свое в комнате, я к ней прихожу там с чем-то, с книгой или с писанием каким-то. Я посижу рядом с тобой, мне хочется побыть рядом. Она свое, я свое. И мы чувствуем, как мы общаемся. Или просто, например, сидим там за завтраком. Вот я на этом месте, она на этом. И наши взгляды вот здесь вот пересекаются в некой такой несуществующей точке. Не друг на друга. И молчим. Но я чувствую, как мы разговариваем. Вот так же и с Богом. Не обязательно языком говорить. Ты молчишь перед Ним. Главное, перед Ним. Ты как бы на нем сосредоточился. И ты как будто с Ним общаешься. А потом постепенно, постепенно, постепенно это все… Потом что-то открывается. Открываются какие-то шлюзы. Открываются какие-то переборки. Выходят. Это, кстати, эффект Иисусовой молитвы. Когда ты повторяешь какие-то ритмичные такие вот вещи и слова, фразы. И со временем открывается смысл. То есть даже есть советы, например, одну и ту же молитву. Если ты написанную, произнес молитву без сосредоточения, повтори еще раз ее. Я для этого, например, ухожу куда-нибудь в какое-то одиночество на природу. Там, где я точно знаю, что никто меня не услышит, никого не будет, я никого не встречу. В какой-нибудь там глухой чищебу леса, на гору, как Христос это часто делал. Или просто ночью куда-нибудь, где точно знаю, что тоже никого не будет. И там дают себе уже какую-то волю, не думая о том, не озираясь, что там кто-то видит, слышит, подглядывает. Или кто-то там телефон какой-то. В общем, совершенно отключиться от всего внешнего и только вот так сосредоточиться. И там получается. Причем иногда даже что-то громко скажешь, крикнешь, иногда поплачешь, иногда на землю ляжешь, иногда на пенек присядешь и что-нибудь скажешь. Это здорово. И Бог, и больше никого. И обязательно откроются все твои ошибки, грехи и промахи? Нет такого. В отношении с Богом вообще ничего нет обязательного. Есть. Исповедь перед причастием. Это не совсем отношение с Богом, это все-таки церковь. Это церковная дисциплина, которая установлена. Отношения с Богом, они другие человека. Это отношение отца и блудного сына. Там не было никаких порядков. По порядку сын как раз сказал, пойду и попрошу прощения. Ну а как иначе? Иначе я, если согрешил перед ним, я без прощения уже не могу. А отцу оказалось его даже и не надо этого прощения. Он не дал ему договорить на полфразе. Оборвал его, и на шею ему упал, и сразу сказал этому. Он еще продолжал просить прощения и каяться, а он уже своему слуге сказал, пойди там вот, все, закали и одежду, и перстень, и обувь, и все на свете. Так что не обязательно, но, как правило, такой внутренний позыв и такой внутренний труд, он не останется без плода. Он даст обязательно свой плод. Хотите правду? Я сейчас сижу, смотрю на вас, слушаю вас и думаю, не может быть, чтобы у отца Андрея, у которого такая замечательная матушка, с которой они так долго вместе, и которая ведет такую жизнь, чтобы у него было, что сказать на исповеди. Мне? Да. Мне есть, наверное... Я сейчас не лукавлю абсолютно. Судя по тому, как ты ведешь разговор, мне гораздо больше есть, что сказать, чем тебе. Я тебя не пытаю, что мне сказать. Это ты меня пытаешь, что тебе сказать. Ну, понятно. У меня очень много есть, что сказать. Ну, если ты меня призываешь к тому, чтобы я сейчас здесь перед семьей рвал на себе тельняшку, я могу порвать. Поделился мимолетным ощущением. Меня, признаться... У меня очень много... Вот, кстати, про какие-то я же даже уже рассказал. Вот про свои за рулем там всякие страсти. Подумали плохо о блондинке за рулем. О, да. Не вообще абстрактно, а именно той, которая вот на той машине сидит, которая меня там подсекла или едет там со скоростью 20 км в час или припарковалась не там, или еще что-нибудь. И я весь вот сразу вспыхиваю, понимаешь. Если я куда-нибудь тороплюсь, так тем более. Ну, это только одно из чего-нибудь. А ты сам посмотри. Вот если о тебе кто-то плохо скажет, как ты это воспримешь? Да ужасно. Если ты узнаешь за глаза третьего человека, что про тебя плохо сказали, или впрямую тебе кто-нибудь, вот сейчас начну тебя ругать, и ты будешь меня не позовешь мне на какую-то... То у вас не получится, вы не умеете. Вы не способны ругать человека. Будь я блондинкой за рулем, мы все не смогли. Еще как умею. Другой момент, что вот... Я понял, вы мне предлагали, и я очень хорошо это услышал, предлагали накануне перед исповедью сесть, взять этот пустяк, и разобрать его, откуда растут ноги, откуда растут корни, что это, как это. Наоборот, скажем, из каких корней растут эти ростки. Да, 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 да. Саш, скажи, у тебя проблемы с исповедью, да? У меня очень часто бывает так, что я радуюсь, радуюсь, когда где-то накосячил так, что есть о чем рассказать. Я радуюсь и предвкушаю эту исповедь. А бывает так, что я стою и в какой-то растяжности. То есть ты грешишь, не покаешься, что ли? Ну, я не грешу специально, но если у меня есть вот что-то, что запало за эту неделю прям так сильно, зацепило прям больно, а за себя больно, стыдно и никому не расскажешь. Я прямо радуюсь. Может быть, ты радуешься все-таки не тому, что тебе будет что сказать, а тому, что, сказав, ты обретешь свободу? Скорее, знаете, я радуюсь тому, что я это запомнил, что я это не выбросил за ненадобностью. Это тоже хорошо. То есть ты, значит, тебя это задело. Да, меня это задело. Тебе это запало. Значит, совесть работает. Да. Все-таки совесть – орган не атрофированный. Вот. И мы подошли к очень важному моменту. Подошли к очень важному моменту. Совесть – это же вещь, которая рефлексирует постоянно на какие-то события наши внутренние. Либо нет. Молчит совершенно. Говорят. С сожженной совестью, да? В Писании есть такие слова. Люди с сожженной совестью. То есть она вообще… Ее нет, она сгорела. Бессовестные называют. Вот по-народному. Я никогда всерьез не воспринимал фразу «лучший контролер совести пассажира в автобусе». Ну, в общем-то… Ну, в общем-то, совесть – лучший контролер по жизни всегда и везде. Совесть, кстати, в апологетике, скажем, в основном богословие – совесть как аргумент бытия Бога, а совесть – это голос Божий в человеке. Вот мы когда спорим с безбожниками, мы говорим, у тебя совесть есть? Есть. Откуда она у тебя в силу эволюции? Если ты высоко развитая обезьяна, у приматов нет совести, а у человека откуда-то вдруг она появилась. В силу генетической физиологической эволюции совесть выработать не может. Это не тот орган, который нужен для выживания. Совесть как раз для выживания мешает. Бессовестные физиологически выживают лучше. У них клыки, у них когти, они рвут. И, кстати, современность призывает к этому постоянно. Возьми все от жизни, от мира для себя. Рви, будь бессовестным. Ну, они это не говорят, но как бы это там за скобками – будь бессовестным. А совесть – это голос Божий. Моя жизнь – мои правила. Ну да. А совесть – голос Божий. Поэтому совесть действительно лучше контролер. Так и есть. Ну, что говорить. Коммунисты столько всего взяли из христианства, исковеркали, правда. Но они по полной программе брали. Пригоршнями черпали. Очень прямо до обидного сильно задели ваши слова. Может быть, мне вообще стоило затеять весь этот разговор сегодня. Про то, что если тебе нечего сказать на исповеди, можете и не причащаться сегодня тогда. Это прямо сильно и обидно, и больно. Не знаю. Вот я подойду к отцу Андрею. Не причащаться. Я сказал – не исповедоваться. Не исповедоваться? А дальше – это твоя дисциплина церковная уже. Ну, я ж не могу без благословения подойти. И мы чаши. Ну, это я говорю. Это уже все. Это дальше уже как-то так. Все у дисциплины. Но если не в чем исповедоваться, то какой смысл исповедоваться? Надо. 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 Не надо. Слушайте. Хорошо. Давайте так. Давайте так. Вот. Просто возьмем. Я прихожу к вам на исповедь. Дорогой отец Андрей. Прожил неделю. Так себе неделя. Ни рыбы, ни мяса. И нечего мне вам сказать. Но не рассказывать же вам, ей-богу, что я после полуночи все-таки съел два эклера в холодильнике. Ну, ну, съел, да. Меня что, из-за этого совесть должна мучить? Я сам себе навредил. Я буду еще хуже выглядеть. И чувствовать себя буду хуже. Постараюсь этого больше не делать. Ну, не потому что меня совесть мучает. А потому что, ну, нельзя жрать после полуночи. Тем более эклера. Благословите причастицы. Вы скажете, что, Саш, не надо тебе, потому что ты не видишь своих грехов. А стало быть, давай поработаем над этим. Или благословите. Ну, я не буду сейчас про эклеры. Не в эклерах суть. Но я знал духовников, которым приходишь на исповедь. Таких старых еще, в советские времена трудившихся. И таких исповедников веры. Практически старцев. Которым приходишь на исповедь. И кажется, что ты не с этой проблемой, как у тебя. Не с тем, что не знаешь, чем исповедоваться. Очень даже знаешь, чем исповедоваться. И исповедуешься. А в заключении они говорят, ну, как-то вот, пока на троечку. Иди и еще дальше думай. Молись, думай. Ты придешь через, там, сколько-то. Не знаю. Неделя, там, месяц. Если ты приезжал далеко в другой город, то приедешь в следующий раз. Когда он сложится. Опять в следующий раз. Или даже приезжаешь пожить. То есть, сиди там, молись, живи в какой-нибудь кельле, который тебе дали. Через два дня опять придешь. Молиться, там, плачешь еще. Приходишь опять на исповедь. Опять еще что-то открылось. Ну, хорошо, на четверку. Ну, иди дальше. Опять идешь. И на какой-то там, энный раз, третий, когда все из тебя полезло. И ты сам даже ужасаешь думаешь, господи, вот как только надавил на тюбик, ты оттуда столько полезло. Там у гаде их же не с числа. Как церковно-славянская эта псалома. Животное малое с великими. Они все из сердца как полезли. И вот когда ты все это на него вылил, он говорит, ну, теперь нормально, хорошо. Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих. Адрес дадите? Помре уже. Тот, о котором я рассказывал. Я вот прям очень надо. Вот чтобы вот так вот. Ну, в принципе, придешь, я могу тебя отправить обратно. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.